Буран Буран Поступает на строительство посадочного комплекса. Создан самолет-аналог Бурана, его технологические макеты и сам Буран. Решена проблема доставки Бурана на Байконур. Сейчас идет подготовка Бурана к отправке на космодром. Предстоит транспортировка по земле, по воде и воздуху. Для этого с корабля снято вертикальное оперение, часть бортового оборудования, установлен хвостовой обтекатель. Фюзеляж орбитального корабля длиной около 40 метров с крыльями размахом 24 метра, массой около 50 тонн, на специальной транспортной тележке подвозят к специально возведенному причалу. Далее груз закатывают на специально подготовленную баржу, оборудованную балластными цистернами для изменения осадки. И по Москва-реке доставляют на подмосковный аэродром. При помощи мостового крана «Буран» устанавливают на самолете-носители. В качестве самолета-носителя использован доработанный дальний бомбардировщик М-3, обладающий великолепными летно-техническими и взлетно-посадочными характеристиками, обусловленными высоким аэродинамическим качеством. Для новой роли ему удлинили и усилили фюзеляж. Существенно изменили хвостовое оперение, так как крупногабаритный груз затенял кель. Установили три опоры и стыковочные узлы. После пробных полетов с макетами орбитального корабля самолет-носитель доставил на Байконур уникальный крупногабаритный груз. Космический корабль «Буран». Самолет-носитель завершает свой перелет на полосе посадочного комплекса космодрома Байконур. На эту же полосу впоследствии «Бурану» предстоит приземлиться после космического полета. Но прежде его доставят в монтажный испытательный корпус, где проведут окончательную досборку, закончат наклейку теплозащитной плитки, установят бортовые вычислительные комплексы, заложат электронную память. Из МИКа у него один путь — космос. А электронную память, программу полета и автоматической посадки отрабатывали на стендах, летающих лабораториях, самолете-аналоге «Бурана». На полноразмерном стенде оборудования с большой точностью отрабатывалось полунатурное моделирование реального полета с имитацией всех внешних воздействий на аэргономические органы управления и их возможных отказов на различных этапах посадки. На стенде проведено более 1400 имитаций посадок. На пилотажно-динамическом стенде тренажёре проводятся тренировки лётчиков по пилотированию «Бурана». В процессе тренировок лётчикам задавались разнообразные нештатные ситуации, которые на этапе посадки в сочетании с внешними воздействиями могут чрезвычайно усложнить задачи пилотирования. Системы управления в автоматическом режиме посадки отрабатывались на летающих лабораториях, самолётах Ту-154, специально переоборудованных так, что они довольно близко по своим аэродинамическим и динамическим характеристикам соответствовали «Бурану». Место правого пилота переоборудовано в рабочее место пилота «Бурана» с его приборами и органами управления. У левого пилота для безопасности полёта органы управления штатного варианта Ту-154. Окончательная отработка программы автоматической посадки проводилась в полётах на самолёте-аналоге «Бурана». Это тот же «Буран», но оснащённый четырьмя турбореактивными двигателями и несколько изменённым шасси, позволяющими по самолётному взлетать и набирать высоту для того, чтобы по необычно крутой глиссаде отрабатывать посадку. Самолёт-аналог на этапе горизонтальных лётных испытаний более 20 раз совершал посадку на бетон взлётно-посадочной полосы подмосковного аэродрома, последовательно отрабатывая завершающий этап возвращения «Бурана» на Землю. Окончательная проверка взаимодействия систем бортового и посадочного комплексов проводилась при посадках летающей лаборатории Ту-154 на полосу космодрома «Байконур». А «Буран», подготовленный к полёту, перевозится в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя, стыкуется с энергией и после проведения автономных и комплексных проверок систем вывозится на транспортно-установочном агрегате на стартовый комплекс. Соединяясь в единое целое, ракета-носитель с установленным на ней «Бураном» и стартовый комплекс образует сложный автоматически функционирующий организм, в котором воплотились все новейшие достижения науки и техники. Эта автоматическая система, которой доверен контроль всех предстартовых процессов, достойно выдержала неожиданную практическую проверку 29 октября, выдав команду на прекращение пуска. 15 ноября 1988 года. Центральный пункт управления заправкой и пуском. Напряженный, четкий ритм последних минут перед стартом. Не понял. Мои штатуры убеды. Мои штатуры убеды. На сотнях мониторов информация о предстартовых процессах. Задействована глобальная система связи. Космодром. Наземные корабельные комплексы. Спутники связи. ЦУП. Для большинства сидящих в этом зале сегодня серьезный экзамен. Взлетел самолет оптико-телевизионного сопровождения. И вот он, долгожданный миг. «Итрицы». Сережа переконят. «Итрицы». «Включение тридцата». «Саньки приема». «Включение «выведя». «Включение тридцата». «Итрицы». «Первис terms» «Откределение». «Первис–gunс», «Уху-ху!» «Саньки». участок выведения наиболее напряженный по динамическим нагрузкам для бурана на этом участке контролируется около 20 тысяч параметров идет отсчет секунд на 120 секунде отделяются ускорители вот они отделение параблоков 230 идет девятая минута подъема на 500 секунде произошло отделение бурана от ракеты носителя включились на 60 секунд двигатели и разогнавшись до скорости 28 тысяч километров в час буран самостоятельно выходит на свой первый орбитальный виток после второго витка на 3 минуты снова включились двигатели на этот раз для маневра торможения исхода с орбиты до бурана все космические полеты завершались приземлением заданном районе а ему предстоит совершить посадку в заданной точке на бетонную полосу шириной 80 метров летчики наблюдатели взлетающего мига должны первыми встретить орбитальный корабль выводимой автоматикой в расчетную точку сейчас на встречных вам будет выходить объект влево заполняйте развороты пошел на сближение визуально наблюдаю пристроились между нами и телевизором визуально внешний обзор хороший состояние корабля об jeito делая товару справа включить да обличность вам не помешает нет нет И вот сейчас мы видим посадку Бурана с места его будущих пилотов. Беспилотный Буран в расчетной точке выверки курса заставил поволноваться летчиков-наблюдателей самолета сопровождения. При боковом порывистом ветре выше предельно допустимого значения автоматическая система посадки отработала самый оптимальный вариант захода на посадочную полосу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть касание. Буран на земле. Ювелирная посадка. Всего в полутора метрах от осевой линии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот такую картину застали наши операторы. Инженеры, техники, министры, главные конструкторы, пилоты обнимались, поздравляли друг друга. Трудно представить сколько шляп, фуражек, шапок унес сегодня ветер в степень. Но момент действительно исторический. Дорогие товарищи, это большая победа всего нашего народа. Это большая победа нашей техники, нашей науки. Это большой вклад в ту перестройку, которая сейчас проводится в нашей стране. Я только что доложил нашу большую победу, вашу победу, всех здесь присутствующих. Михаил Сергеевич, он находится сейчас в Орловской области. Он просил передать вам большое спасибо. Поздравить вас с этой победой. Близкие и понятны восторженные отзывы нашей прессы. Положено начало к качественному новому этапу освоения космоса. Но и западные средства информации, особенно американские, по достоинству оценили блистательный полет Бурана. Представители НАСА заявили, что они снимают шляпу, отдавая должное ювелирной посадке Бурана. Готовятся к полетам новые Бураны. Готовятся к полетам и будущие пилоты орбитальных кораблей многоразового использования. Игорь Волк, Риммон Тостанкевичус, Магомед Толбоев, Урал Султанов, Виктор Заболоцкий, Сергей Тресвятский, Юрий Шефер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова